На исходе года тигра весь мир подводит итоги. Что же удалось сделать, чтобы увеличить популяцию полосатых хищников? Сейчас, согласно данным Фонда Дикой Природы, каждые пять дней на планете уничтожают одного тигра. Если так пойдет и дальше, то этот год кота может оказаться последним для диких кошек. Ян Воскресенский расскажет о перспективах. Они словно пытались наверстать упущенное. В год, посвященный тигру, появилась надежда на восстановление популяции. Хоть из девяти подвидов три исчезли безвозвратно, ученые пытаются их воскресить. Под занавес тигриного года в зоопарке под Хабаровском родился котенок с генами Каспийского тигра. Подвид считался вымершим. Это результат генетического эксперимента и тигриной любви. Родить его в такое суровое время, холодное, обогревать, кормить и воспитывать. Это же здорово. Их осталось так мало, что счет ведут уже на единицы. Спасению каждого тигра посвящают масштабные операции. Вся страна следила за судьбой искалеченного жорика. Артист передвижного цирка получил травму челюсти и потерял товарный вид. Хозяева уже думали усыпить его и сделать чучело или ковер. Но тигра забрали и выходили. Теперь Жорик проходит реабилитацию. Он уже распустил свои когти. Это один из признаков, что животному хорошо, комфортно. Всех кошек можно проверять состояние здоровья, когда они пускают когти. На волю бывший артист цирка уже не вернется. Будет жить в зоопарке, а значит на общую численность популяции его спасение не повлияет. Ученые считают только диких животных. Во всем мире их осталось немногим больше трех тысяч. И популяция уменьшается. Дикие кошки идут на ковры и лекарства. Хотя охота на них запрещена. Вот то, ради чего охотятся на тигра. Так называемые дериваты части тела используют в медицине. Народные целители прописывают их на все случаи жизни. И как обезболивающие, и как афродизиак. К ужасу защитников природы. Что делают с тигром? Чтобы удовлетворить этот спрос на эти идиотские сувениры. На эти, честно, совершенно бесполезные, якобы лекарственные средства. Типа усов и когти. Ну это же просто. Надо с этим бороться чрезвычайно. Части тел и органы тигра – традиционные ингредиенты китайской медицины. Хотя в самом Китае убийство тигра приравнено к убийству человека и карается смертной казнью. Так что закупают сырье в России. Здесь за браконьерство можно отделаться штрафом. И то, если поймают. Их через границу, там, между бревнами, древесиной на лесовозах, прячев поддоны грузовиков, по-всякому, вывозят в Китай. В защиту тигра в Петербурге провели специальный саммит с участием главправительств. Стран, где еще остались эти хищники. Никогда еще проблемы вымирающего вида не обсуждали на таком высоком уровне. Никто сегодня в мире не упрекнет нас в том, что мы занимаемся какой-то ерундой. Собрали главправительств, министров сюда, для того, чтобы кошками заняться. В защиту тигра Владимир Путин выступает и как хозяин двух королевских кошек. Одну подарили на день рождения, другую поймал сам. Уссурийская тигрица теперь гуляет с ошейником, который надел премьер. Это датчик спутникового слежения. На сайте главы правительства можно наблюдать за перемещениями хищницы. Она уже родила тигренка. Но чтобы восстановить популяцию уссурийского тигра, нужно еще полсотни особей. Дальнейшее увеличение популяции возможно, но не такое же геометрическое. Потому что на сегодняшний день, по мнению ученых, по мнению специалистов, мы пришли в устойчивое, сбалансированное состояние. Чтобы увеличить популяцию из 450 до 500 особей, в России выделяют 45 миллионов долларов. То есть почти по миллиону на каждого тигренка. Как раз только внес Леонардо Ди Каприо. Он хоть и с опозданием, но все же добрался на тигриный саммит. Прорвался к нам, как через линию фронта сюда. Вот я прошу прощения за мавитон. У нас, у нас в стране, в народе, в народе, про таких говорят, настоящий мужик. Защитники природы пытаются отстоять тигров в складчину. За 25 тысяч рублей можно усыновить хищника. В этой программе предполагается участие и как частных лиц, так и компаний. То есть некоторые компании у нас сразу на это откликнулись и усыновляли и по 10, и по 20 тигров. Каждый родитель получает сертификат и фигурку тигра из папье-маше. Такие же увезли с собой участники тигриного саммита. А по улицам Петербурга прошли виртуальные хищники. Итогом работы стало подписание тигриной декларации. Решили, к следующему году тигра мировую популяцию надо удвоить. Ян Воскресенский, Светлана Кузьмина, 5 канал.